Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. И сегодняшний выпуск у нас очередной из серий подкастов, посвященных мифам и легендам Скандинавии, так что устраивайтесь потом, не заваривайте чаёк, и мы начинаем. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали, и также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. В ВК вы найдёте все выпуски на случай, если забанит Ютуб, а в Телеграме мы общаемся с подписчиками, вы можете почитать какие-то новости, иногда туда выкладываю какие-то клипы, ссылочки и так далее, провожу опросы. И также ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Гугл.Подкасте, Спотифай и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что, погнали! Экспедиция в Средиземное море. Из Скандинавии в Средиземном море можно было попасть двумя различными путями, через реки, ведущие в Чёрное море, и к Босфору, путь которым следовали харли-творяги, либо спустившись вдоль западного побережья Иберийского полуострова в крепких, пригодных для океанских плаваний судах. Возможно, этот путь на юг был короче, но викингам приходилось проплывать через Гибралтарский пролив и испытывать на прочность военно-морскую мощь Аль-Андалуса, мусульманской Испании, и даже знаменитый рейд Бьерна-Железнобокова по Средиземному морю был лишь частично успешен. Впервые викинги опробовали на крепость защиту Испании в 844 году, когда они выдвинулись из своей базы на Лауре, чтобы поискать добычу на юге. Они разорили Бискайский залив, но затем были разбиты Астурийской армией близ Геркулесовой башни и вернулись на свои корабли. Тогда флот захватил город Лиссабон, стал грабить южное побережье и взял Севилью, в самом сердце Эмирата Аль-Андалус. Хотя отсюда им и пришлось бежать при приближении собравшихся арабских сил. Сотни викингов были схвачены и повешены на городских пальмах. Скандинавские мореходы вернулись лишь спустя несколько лет. Нападение викингов застали Эмират врасплох. В ответ на них береговая защита была усилена, а из Аль-Андалуса к вождю этого воинственного народа была отправлена делегация. Человек по имени Аль-Газаль отплыл на север, вероятно, в Данию, и учтиво предстал перед конунгом, передав ему богатые дары и письмо от султана. Позднее он писал, что викинги опитают на большом острове посреди моря островов и сообщил, что некоторые из них уже отреклись от старых верований и перешли в христианскую веру, хотя на севере многие продолжали поклоняться огню. Викинги испытывали огромное любопытство в отношении посла из Аль-Андалуса, но более всех королева. Кажется, Аль-Газаль тоже проникся к ней интересам. Он узнал, что скандинавские женщины остаются с мужьями по собственной воле, им разрешено общаться с другими мужчинами. Он выкрасил волосы в серый цвет по ее просьбе и сочинял стихи о ее красоте, подобные которой он никогда не видел прежде. Каких бы соглашений не заключал посоль Аль-Андалуса с этим скандинавским королем, более десятилетия прошло до следующего серьезного похода на юг, знаменитого рейда в Средиземноморье под командованием Бьерна Железнобокова и некоего вождя викингов по имени Хастейн. Говорят, что Бьерн был сыном легендарного Рагнара Лотброка и он унаследовал амбициозность своего отца. Сообщается, что под началом двух командиров оказался флот из 62 кораблей и что они намеревались проплыть в Средиземное море западным путем и разграбить сам Рим, величайший из городов. Бьерн и Хастейн были при поднятом расположении духа, когда отправились из своей базы в устье Луары, однако Северная Испания оказалась твердым орешком. Как христианские королевства, так и Эмират извлекли уроки из нападения 844 года и устроили куда более надежную оборону. Удача улыбнулась викингам лишь когда они переплыли Гибралтарский пролив и разграбили город Альхесерас на южном побережье, а потом пересекли море и разорили Альмазиму в Марокко. Флот, проделав путь на север к Средиземским берегам Испании и Франции и разграбив Балиарские острова, укрылся в устье реки Роны и разбил лагерь. Должно быть, зима в болотах Камарга показалась северянам куда более мягкой, чем те, к которым они привыкли. Весной Бьерн и Хастейн с флотом поднялись по роме, чтобы разорить ним, а затем проплыли вдоль французского побережья к Италии, где разграбили Пизу и некий город с высокими стенами, который Бьерн принял за Рим. Маленький отряд викингов не мог надеяться переломить укрепление, поэтому Хастейн притворился, будто умирает от болезни, и приказал принести его ложе городским воротам. «Я не хочу умереть язычникам!» — прокричал он. «Окажите милость и проводите меня в свою церковь для крещения!» Жители города жалились над ним и разрешили внести ложе Хастейна внутри городских стен, но как только они оказались внутри, Хастейн спрыгнул со своего смертного Адра и проложил себе путь обратно к воротам, впустив Бьерна с остальными людьми. Викинги с великим ликованием разграбили город, но Бьерн расстроился, когда узнал, что селение, которое он счел Римом, было всего лишь провинциальным городком Луни. Бьерн сей душой хотел как можно скорее разграбить настоящий Рим, но один старик, которого они встретили в Луни, убедил его в том, что вечный город находится очень далеко. Из его мешка выглядывала пара истрепанных башмаков, а те, что были на нем, едва ли находились в лучшем состоянии. Он сказал викингам, что когда он вышел из Рима, обе эти пары обуви были совершенно новыми. Бьерн посмотрел на пальцы старика, выглядывавший из-под взорванной кожи, и счел, что Рим слишком далек для его утомленных людей. Говорят, что по пути домой Бьерна и Хастейна перехватил флот Аль-Андалуса, и множество кораблей пошло ко дну. Сильно ослабленные войска Бьерна по пути домой к базе у Луары налетели на Памплону, и воины вернулись сказочно богатыми. Впрочем, обратно они приплыли лишь на третьей части кораблей, вышедших в поход. Бьерн и Хастейн обеспечили себе места среди героев легенцевого времени, но цену их похода трудно было забыть, и лишь через столетие викинги в большом количестве вернулись в Испанию. Хотя арабы называли викингов маджами, язычниками-огнепоклонниками, и опасались их достаточно для того, чтобы организовать оборону и высылать против них флот. Следов от спорадических набегов северян почти не осталось. Одним из немногих предметов, который напоминает нам о том, что скандинавы ходили этим морским путем на юг, является небольшая шкатулка из китовой кости, украшенная характерным плетеным узором. Она сообщает историю, отличную от рассказов о набегах викингов, историю купцов и ремесленников. Коробочка, долгие годы использовавшаяся как мощевик, то есть контейнер для костей и других останков святых, сейчас находится в сокровищнице базилики святого Исидора в Лионе. Возможно, сюда ее принес какой-то паломник или посол с севера, но, по крайней мере, в Средиземном море страх перед нападением викингов был куда значительнее их действительных нападений. Серебро халифата Контакты между скандинавскими мореплавателем и арабами Аль-Андалуса, по всей видимости, ограничивались нерегулярными набегами, но на востоке двигателем экспансии северян была торговля. Перевозка рабов и мехов по Волжской речной системе и далее по Каспийскому морю была выгодным предприятием, и именно арабское серебро, очеканенное к востоку от Багдада, привлекало скандинавов к речным торговым путям. Множество таких серебряных монет переплавлялось, но тысячи дирхамов добрались до Скандинавии, а некоторые даже использовались как украшение. Женщина-скандинавка из Линкольншира, которая носила на себе монету, очеканенную в Афганистане, вероятно, демонстрировала этим свой доступ к восточным торговым путям, не догадываясь, что на монете проразглашен исламский символ веры «нет Бога, кроме Аллаха». Земли вдоль нижнего течения Волги не контролировались русами, но даже если по пути и надо было платить какую-то дань, на булгарских и хазарских рынках, где балтийские товары встречались с потоком серебряных монет с Востока, купцов ожидали огромные барыши. Торговцы-русы, вероятно, проделывали этот долгий путь со своими семьями, собирались для безопасности в небольшие караваны и сталкивались по мере движения с незнакомыми местами и народами. Некоторые из них добирались еще дальше и торговали напрямую с абасидским халифатом в центре Багдада. Чтобы добраться до столицы, они отплывали из хазарского города Итиля на юг, пересекали Каспийское море и перегружались на верблюдов в порту Горгона, чтобы проделать долгое путешествие через горы и пустыни. На базарах Багдада они продавали бобровые лиси шкуры, нентарь, фрингские мечи и рабов, выдавая себя за христиан и используя славянских рабов, чтобы сторговаться в цене. На рынках Востока скандинавы могли найти себе товары, прибывавшие по шелковому пути даже из Китая и Индии, и, возможно, некоторые из этих храбрецов отправлялись и далее, на Восток. Ибн Фадлан Не одни только скандинавы путешествовали на большие расстояния. Аббасидский халифат протягивался от Средиземного моря к Аравийскому, а должность посланника халифа предполагала поездки в земли за пределами изведенного мира. Ко времени, когда Ибн Фадлан в своей последней миссии секретаря советника посла прибыл к верхнему течению Волги, он уже успел повидать столько, что большинство его современников вряд ли бы ему поверили. Но именно здесь, в земле волжских булгар, он встретил людей, с которыми не сталкивался никогда прежде. Эти купцы называли себя русами, и Ибн Фадлан сделал запись в своем дневнике, что еще не видел таких прекрасных типажей. Статью они подобны финиковым пальмам, у них прекрасные волосы и румяная кожа, которые они покрывали татуировками от пальцев ног до шеи, темно-зелеными изображениями деревьев и другими фигурами. Мужчины носили плащи и оставляющие руку с мечом свободной, и каждый из них никогда не расстается со своей секирой мечом или ножом. Женщины носят на шеи золотые и серебряные кольца и металлические диски на каждой груди, и чем больше у мужа богатств, тем ценнее металл. Они тоже носят ножи, прикрепляя их к этим дискам, и ценят бусины из темно-зеленого стекла, из которого делают ожерелье. Вид этих русов поразителен, и они, без сомнения, грязнейшие из твари Аллаха. Они не очищают себя ни после саития, ни после испражнения, и едва ли не странно, что они не делают этого после еды. Если они умываются, то делают это в общей лохане, которую девушка-рабыня передает от одного мужчины к другому. Каждый, умыв лицо и волосы, плюет и сморкается в воду. Они живут в больших домах из дерева, которые строят на берегу реки, где пришвартованы их суда, и в этих домах они употребляют своих девушек-рабынь на виду друг друга. Порой, когда приходят торгуют, чтобы купить невольницу, ему приходится ждать, пока с ней закончит хозяин. Когда русы прибывают сюда из своих земель на кораблях, они направляются прямиком к деревенскому идолу с резными человеческими лицами и приносят ему в жертву еду и хмельные напитки, думая, будто эти пустые молитвы помогут им получить желаемую цену за их товары. Они просят встретить купцов, мешки которых полны дирхамов и не склонных упорно торговаться. Если все пройдет хорошо, они убьют животное и поднесут его мясо деревянным фигурам в знак благодарности. Когда один из русов заболевает, его бросают в шалаше в стороне от лагеря, оставляют с ним немного хлеба и воды и ждут, пока он либо выздоровеет, либо умрет от своей немощи. Если умирает раб, его оставляют на съедении псам, но более достойных людей хоронят или сжигают на небольших судах. Вождям уготованы куда более сложные проводы, и пока я был с посольством в Булгарии, умер и был сожжен на своем корабле знатный человек. Я был там и наблюдал за церемонией, которую никогда не забуду. Сперва русы, готовясь к церемонии сожжения, наскоро похоронили своего вождя. Треть его состояния пошла на приобретение для усопшего богатых одежд, треть была отдана семье, и на последнюю треть было закуплено большое количество пьянящих напитков. Я заметил, что эти люди пьют постоянно днем и ночью. Некоторые из них даже умирают с полной чашкой в руке. Брага широко лилась при подготовке к церемонии. Одна женщина выпила больше прочих и пела веселые песни. Я узнал, что то была девушка, которая вызвалась быть сожженной вместе с ее хозяином. Заботятся они на протяжении грядущих нескольких дней было поручено двум другим рабыням, и они своими руками мыли ей ноги. Даже если бы она передумала, пути назад уже не было. В день прощания я прибыл на реку и увидел, что корабль вождя вытащен на берег, а вокруг него возведен деревянный мост. Русы ходили вокруг судна, говоря слова, которые я не понимал. Появилась старая ужасная вид женщина, которую русы назвали ангелом смерти. Ей была поручена церемония. Она застелила дорогим шелком скамью на борту корабля и подготовила его к помещению тела вождя, которые к тому времени выкопали русы. Тело почернело от холода земли, но, к моему удивлению, еще не начало издавать дурной запах. Они одели мужчину в богатые одежды, шелковый кафтан с золотыми пуговицами и меховую шапку. В этот погребальный костюм его облачила сама ангел смерти. Затем они перенесли тело на скамью и подперли его подушками, накрыв деревянным сооружением вроде шалаша. Они окружили его едой, травами и хмельными напитками, а его оружие выложили на борту корабля после него. Принеся собаку, разрезали ее на две части и бросили рядом с ним. Потом заставили бежать двух лошадей, покуда они не вспотели. Тогда их зарезали с двумя коровами, петухом и курицей, и все эти жертвоприношения были брошены на корабле подле вождя. Когда это было сделано, ее увидел девушку. Она шла от одного шатра к другому и сочеталась с хозяином каждого. Тот говорил ей, скажи своему господину, что я делаю это лишь из любви к нему. Примерно ко времени вечерней молитвы девушку привели к чему-то вроде обвязки ворот, которую поставили на берегу. Она стала ногами на ладони мужчин, и голова ее оказалась над обвязкой. Она говорила речи, которые я не понял, и обратившись к своему переводчику, «Вот я вижу своих отца и мать», — сказал она, когда ее подняли в первый раз. Во второй раз она сказала, «Я вижу всех своих умерших родственников». Когда ее подняли в третий раз, ее придерживали вверху несколько дольше. «Я вижу моего господина, сидящего в саду. А сад красив, изъелен, и с ним мужи и отроки. И вот он зовет меня. Так зовет же меня к себе». Ее провели на корабль, где она сняла свои браслеты и передала их Ангелу Смерти. Девушка выпила чашу крепкого алкоголя и запела песню «Прощаясь с подругами». Ей дали вторую чашу, но на этот раз она высказала неуверенность, и Ангелу Смерти пришлось с силой затащить ее в деревянный шалаш, где лежал ее хозяин. Мужчины принялись бить по щитам, чтобы заглушить крик и звуки борьбы. Они не хотели, чтобы другие невольницы испугались этого жертвоприношения, когда придет их очередь. Шесть мужей поднялись на корабль, и каждый из них по очереди с ней совокупился, прежде чем ее уложили вместе с ее господином, держа ее за руки и ноги. Ангел Смерти обернула вокруг ее шеи веревки и передала ее двум мужам. Пока они душили ее, старуха колол ее ножом межребер. Честь зажечь погребальный костер была отдана ближайшему родственнику. Он был гол и шел спиной вперед. В одной руке он держал горячую деревяшку, а другой закрывал задний проход. Он не открывал глаз от лиц собравшихся. Когда он бросил на гору дров свой факел, подошли остальные зрители с зажженными палками, и вскоре деревянный помост охватило огромное пламя. Ветер разносил его горячее дыхание и дым по берегу. Через час корабль, вождь и девушка превратились в прах. Над местом сожжения русы насыпали небольшой курган и поставили в его середине бревно тополя, написав на нем имя усопшего. Уверен, что больше я никогда не увижу подобного зрелища. Ингвар путешественник. Хотя контакты русов с Апасийским халихватом определяла именно торговля, русы предприняли несколько набегов на земли вокруг Каспийского моря. Говорят, что один флот насчитывал 500 судов и произвел огромное опустошение, прежде чем на обратном пути на Волге на него напало войско Хазар. После, однако, нападения на Борду в Азербайджане, русы по обычаю похоронили своих убитых с их оружием. Как только они уплыли обратно, местные жители разграбили могилы в поисках высоко ценившихся франкских мечей. Не только русы отправляли свои боевые корабли так далеко на восток. Шведские викинги тоже предприняли по меньшей мере один крупный поход на халихват, хотя это великое предприятие под руководством Ингвара-путешественника окончилось катастрофой. Ингвар с флотом отправились в Серкланд, по речным путям. Шведы оставили свой след на побережье Каспийского моря, но саги сообщают, что выжившие вернулись домой всего на одном корабле. Вверх по торговым путям распространились слухи о гибели в этой катастрофе Ингвара и его людей. Вокруг озера Малорен в Швеции было возведено множество рунических камней, поминающих отцов, братьев и сыновей. Рунический камень из Грибсхольма, поставленный в память о Харальде, братья Ингвара, содержит этот небольшой текст об обреченном походе на восток и о том, что заставило людей к нему присоединиться. Что ж, ребят, а у меня на сегодня, к сожалению, все. Надеюсь, вам было интересно. В следующий раз мы поговорим о королях Севера, а именно про сыновьев Рагнара, Харальда, прекрасного Лосова и много-много еще о ком. Конечно же, Эрик Кровавая Секира, о котором мы уже с вами говорили, но более подробно также разберем его историю. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok